Привет, меня зовут Александр и мы продолжаем проходить Ведьмака Третьего Дикой Охоты. Как вы помните, в предыдущей серии мы закончили на том, что побеседовали с этим бароном и сейчас отправимся в покой его родственников, узнавать что там и как. За окном непогода, страшная ненасти, там вон ветрище какое-нибудь, и деревья шатаются, нет бога закрыть. Кстати, как ни странно, сюда ветер и не проникает, за окном страшный ветер, тут все окна открыты, а ничего не это самое. Огонь не затухает, ничего не сдувает, но это спустим на нет. Так, дверь, да? Ага. Дорог. Дочка моя в детстве очень любила зверей. Как-то увидела на стене олень и рога и... Знаешь, что спросила? Что я тебя не имею? Папочка, говорит. А у этого оленя попа за стеной. Ну да, ну да. Понял? Как смешно. Если ей кто зло причинит, мы убью нахер. Пришли. Аксуга. Это наша спальня. Комната Тамары там. Ага, хорошо. Только не устраивай тут бардак. Когда они вернутся, пусть все будет так, как они оставили. Что тут при... Я в дверях застрял. Кого как оставили? О чем вообще говорит? Так. И что тут у нас? Деревянный подсвечник. Ножка сломана. Ничего себе. Да ладно. Кто-то кого-то бил, наверное. Вот что я думаю. Свежие цветы. Он что надеется, что они могут вернуться в любую минуту? Может быть. Я не знаю. Ничего не надо брать. Так. Что там скрипит? Что так темно? Есть чем подсветить. Как знак называется? Игни. Игни. Ой. Это ладно. А что это я через стены вижу всякие фонарики? Блин. Я-то думал. Так. И что тут? Нет. И что? Я не буду воровать. Поролся что ли? Так. Ладно. С этим понятно. Тут вроде ничего. Да? Больше нет. Кроме подсвечника. Давайте в затеннюю комнату. Тут видимо ничего больше нет. Так. И что тут у нас? Тук-тук-тук. Шкаф. Как ни странно. Ага. Камин. Опять что-то через стены вижу. Это что такое? Опять что-то вижу через стены. Что сделаем? О. Что это такое? Кукла. Вот же дрянь. Выглядит как кукла, в которую втыкают булавки, чтобы причинить кому-то вред. Ммм. Ну, понятненько. Вуду, Вуду. Без Вуду здесь не обошлось. По-любому. Так. Тут что у нас? Что это? Не, не надо брать. Зачем письмо? Это не наше письмо и не нам. Что со шкафом? Странно что-то. Не то. Не то. Странно. Что за письмо Тамаре? Инвентарь, да? Письмо Тамаре. Где? Где письмо? Не то. Где-то тут, да? Это. Письмо Тамаре. Мы, как одна семья, поддерживаем друг друга и помогаем друг другу пережить тяжелые времена, справиться с прошлым, ибо у каждого из нас есть свое прошлое. Стоит ли копаться в чужом? У нас правило. Мы не спрашиваем больше, чем человек сам о себе хочет поведать. Прошлое для нас не имеет значения, только будущее, в котором мы намерены бороться злом и несправедливостью, с противостоятельными и отвратительными практиками. О, ну понятно, несчастный случай. Так, что тут еще? Шкафы, тумбочка, вот тут письмо какое. Золотое кольцо. Нет. Ага, стоп. Ладно, по-моему, чуть я что-то... Да что ты, дверь? Пропусти меня, добрый дверь. Во все стороны открывающийся. Что-то я пропустил. Что-то мне кажется, что тут я что-то пропустил. Так. Конфета. Не то. Это где ребенка, да, получается, спальня, да? Откуда у нее кукла такая? Кукла. Вот же дрянь. Вот же дрянь. Выглядит как кукла. Я забыл в потолок посмотреть. Чтобы причинить кому-то вред. Так, с этим понятно. Тут ничего вроде нет, да? Давайте отправимся туда, может там, что я упустил. Так. Походу я что-то тут упустил. А что про рога? Может в рогах дело? О. Окошко. Стена другого цвета. Будто еще недавно здесь что-то висело. Интересно. Может эта картина по размеру подходит? Может, может. И что? О. Это что такое? Барон и его жена. Выглядят счастливыми. Ну да. Выглядит, выглядит. И что, на место повесишь? А здесь? А, кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны? Любопытненько. И что там? И что же там? Шкаф. Ну да. Ну да, ну да. Так, интересно. Похоже, это деревяшка ножка от того подсвечника. Вряд ли это совпадение. Ну да. Похоже, тут дело дошло до драки. Поищу еще следы. Любопытненько. Ладно. Так. Как я мог это все не заметить теперь в раз? Цветами кого-то били. Метод дедукции в высшей степени. Он взял, говорит, подсвечник, ударил его цветами. О, чуть такое. Словный подсвечник, пятна от вина. Кто-то разбил бутылку. Эрвелис из Туссента. Хорошие выдержки, да. Хорошие выдержки, долго не выветривается. Интересно, куда ведет след? Очень даже интересно. Куда же он ведет? О. Вот это магия. Ого. Ничего себе. Ведьмак. С нюхом. С садовым нюхом. Как так? Что за магия? А тут что? Черт, след обрывается. Но можно поискать здесь что-нибудь еще. Талисман. Еловая деревяшка. И пахнет можжевеловым дымом. Наверное, они у Мишки были. Женонародный оберег. Интересно, от чего он должен был защищать. Кажется, здесь больше нет ничего интересного. Быстро ты определил. Хорошо. Ну-ка, барон. Насчет Мишки. Эта история с ежикой в тумане. С можжевелым вареньем. По-любому, Мишка с этим, с ежиком приперлись и своровали его семью. Привет. Ну как? Уже осмотрелся? Я нашел куклу. Я нашел куклу в комнате Тамары. Можешь что-нибудь о ней рассказать? О кукле? А что в ней такого интересного? Возможно, ее использовали для обрядов черной магии. Откуда она у Тамары? Черная магия? Ты сдурел, что ли? Я ее сам для Тамары сделал. Ей тогда было лет пять. Мы были на ярмарке в Изиме. Тамара увидала чародейку эту. Трис Мерригольд. И сказала, что хочет куклу. Ну, какая-то чародейка. У меня денег-то не было на такие вещи. Я взял и сам сделал ей эту игрушку. А, так это Трис. Да, теперь вижу. Очень похоже. Правда? Время ее порядком потрепало, но она все-таки ничего. Если у тебя с Нильфгаарцами ничего не будет, ты всегда сможешь стать кукольником. В комнате я нашел следы борьбы. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы? О чем? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала в нападавшего, а только пробила дыру в стене. Потом они еще дрались. Я не... Не знаю я ничего об этом. В ту ночь я... Я пьян был, ничего не помню. Я проснулся, когда их уже не было. Вы же здесь не одни живете. Может, твои люди что-нибудь слышат? Ну, понятно. Я всех по три раза спрашивал. Конечно, никто ничего не знает. Ну, понятно. Нахерачил дочери... Ой, женей. Может, даже дочери прилетела. И они им ушли, и все. Здесь повсюду несет вином. Что случилось? Ну, это должно быть мои ребята. Какая пьянь. Ты даешь своим людям Эрвилюс? Ох ты. Ну, может, и я разлил. Говорю же, я в ту ночь пьяный был. Да какое это имеет значение-то? Тут вином... Ну, понятно, я же говорил. Очевидно. Узнаешь этот медальон? Ммм. Да. Анета носила его в последнее время. Ты знаешь, откуда он у нее? Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожей? Ворожей есть. Старый чудила. Живет недалеко от больших сучьев. Вы колдунью еще есть подлесье, но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если Леонетка ходила к кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. Ну, понятно. Надо сходить поболтать с этим выражаем. Только имей в виду, ты с ним вряд ли сговоришься. Он, говорят, в молодости порешил собственного отца Секирой. Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И с козой ебется. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить. Ну, да, ну, да. Бедные животные. Так, 150 опыта. Найти хату ворожая. Сейчас отправимся к этому ворожаю. Блин, а кто-то называл ведьмаками этих волбешников. Ну, ладно. Сейчас мы к этому коз... Козалюбу съездим. Не вопрос. Платва ты где? Эй, платва. Да, стоп, 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 стоп. Надо заточить. Точно, точно. Вещи были улучшены. Солдат, солдат. Так, а где тут у вас оружение? Мне нужно все починить. Здорово. Здорово, друг. Покажи мне свои товары. Я хочу посмотреть твои товары. Так, не товары мне нужны починить, а починить. Мы же все починили. Как же я мог забыть-то? Все, Ларвуль. Бывает, дорогой мой друг? Бывает. Так, 10 бутылок воды. Ну, так. А где моя платва? Я хочу быть на платве. Эй. Где моя платва? Так, что тут? О. Плачные бои. Всякие, кто желает. Нет. Скачки. Гвин, требуются новые игроки. Да ну вас, жулики. Так. Да сейчас пойду обязательно. Я вот уже направляюсь. 500 метров идти. Пожалуй, надо платву призвать, да? Сначала выверемся оттуда. Бам. Ничего себе. Деревянные ворота. Одно левое прям. Хоп. Видели, да? Не каждый так может. Огромные деревянные ворота. Или чисто одной левой рукой потолкнуть. И они, окажется, отлетают в сторону. Темновато. Не свести, денег не будет. Что там? Прюни, прюни. Подозритель. Да что на них так смотришь? Что здесь вращенцы? Куда я попал вообще? Ну, пойдем к ворожею. Узнаем, как дела. По-любому барон что-то... Какая твоя разница, какие у меня глаза? Так. Вот, вот и где. Иди к папочке. Ох. Ну, быстрее давай. Голова еще не протухла. Ну, вроде нет. Ну, давайте доскачем по-быстрому. Ну, плотва. Посмотри, говорит, на меня и на себя. На меня и на себя. Да, я на плотве. Вот такие дела. Так. И что тут? Вроде дорога. Дорога как будто машины прокатана. Но это по-возке. А ширина такая, как будто реально машины прокатаны. И что это за... Ну да, понятно. Яндекс. Навигатор. И ведет в обход. Так, а тут что? Тут в рульсе нормы пока. Что происходит? Ой, плотва. Ты умеешь на одном месте бегать? Не знал. Так, нам надо побыстрее. 150 метров еще. Сейчас, как заколдуют мне этот черный маг. Волшебник. О, макарсом срезал. Что происходит? Я что-то нечаянно пропустил? А, нет, все нормально. Тебе чего? Хочу сворожай поболтать. Эх, ты опоздал. Сейчас мы с ним болтать будем. Ты-то толстый, что тут? Наезжаешь. Убирайтесь отсюда. А я-то думал, что сегодня будет день без трупа. Слыхал я, что чародеи хорошо платят за органы редких существ. Интересно, сколько дадутся его глаза. Сейчас посмотрим, сколько дадутся за ваши глаза. Иди сюда, отлево же. Остальное оружие. Иди сюда. Что ты тут машешь, что он носит? Готов. Этот готов. С этим сейчас разберемся. Опачки. Ты что там с луков стреляешь, слышь ты? Ой-ой-ой. Давайте сначала с лужчиком разберемся. Солдат. Солдат-барона. Сорян, братюни. Иди сюда, толстый. Сбоку заходи. Да и не говори. Вот так вот. Водички глотани, хлебушку выпей. Я уже забыл на такую кнопку. Опа. Держи плюшку, слышь ты. Шляпу сними, да? Заток. Бам. Без башки. Иди сюда, толстый. Иди сюда, уже не толстый. Эй, что там? Да, толстый. Обезглавил всех жестокими. Что за человек насвалил приятеля Мэдрика? Ну да. Так, давайте их облутаем, вдруг что полезно найдется. Ну да, меч. Так, а то что? Вот это, по-моему, толстый, да? Да. Ну ништяк, он, конечно, с ним расправляется в бошке. Головы с плеч и готов. Так, топорик. Ага, что-то синенькое. Ну ладно. Тук-тук, есть-то дома. Эй, есть там кто? Открывай, не бойся. Я, видимо... Души несут. Чего он хочет? Мне нужна помощь. Человек, а волк. Седой, а не старый. Его товаражи и ждет, поздет. О, как? Ну хорошо. Уже стол накрыт. Как это ты меня ждал? Ого! Ну ладно Ты его сделал? Ты его сделал? Ворожей сделал, как предки учили над мёртвой водой в свете полной луны Ну да Это хороший амулет, зря сняла Ага, чёрная курица превратится в белую снесёт яйцо Ты стираешь мне какую-то дичь, чувак Ну ладно, на охрану от чего? От чего он её должен защищать? Оооо, злые силы оно окружили, во владение взять хотели Старая магия, что родится из невытия, течёт из чёрных истоков Старая магия? А точнее Об этом болтать не можно, этого касаться не дозволено Ворожей мог дать только чуточку для охраны, ничего больше поделать не мог Ну что у тебя ноги, ноги висят куриные Я ищу Анну и её дачи Анна и её дочь пропали, ты знаешь где они? Нет, 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 ворожей не знает Чё там, зашаги? Ворожей, ворожей будет, духов спросит Пусть будут духи, лишь бы понять где их искать Ну давай, ворожей, ворожей Искать, искать Лучше княжны, княжны никто, никто не ищет Ну ладно Что ещё за княжна? Ведьма она новая Княжна, коза, убежала! Припугалась, наверное Может вернёмся к делу? Чё за шаги? Без козы не выйдет Ну понятное дело, чё уж Ты поможешь мне, если я её приведу? Княжна, княжна, куда же ты подевалась? Ладно, схожу за ней Колокольчик, колокольчик любит Позвонишь ей, она и придёт На минуточку Только береги земляники И дикой малины Да я их близко не подпускаю Это коварное чудище Ну да, ну да Ладно, ладно Ну-ка, козюля Куда ты направилась? Ага Ага Тихо Чё тут? Наверное сюда Ну да, ну да Без вопросов вообще Тут она постучала стену Спросила, как дела Ещё один след Ага А дальше куда? Ладно И тут они обрываются неожиданно, да? Нормуль Видимо чуть-чутьё Волчата что ли? Ну ладно Волчат мы трогать пока не будем А это кто? Ядр Ридмадрид Чуть не убил тебя Медвей? Ну, Мишки Гами, мы с вами Не хотим их сговаривать Да ну тебя, слышь Может он позор Затрепал От него уже не осталось Да это изи просто Медведя раскромсать Так, где кулакотчик-то? А, вот он Ага Динделинь 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 Чё это? Чё это? Чё это сейчас было? Динделинь Динделинь Ну и где наша Козочка? А тут чё? Тихо! Я слышу Ага Вон оно чё Чё случилось? Капган попал? Бедная козочка Коза А Княжна Иди сюда Хе-хе-хе Княжня Ну-ка идём Ладно Попробую с колокольчиком Теперь пошли к вырожаю Да Жалко Ну да Ну да Ну да Мне правда надо всё время звонить, чтобы ты шла Пойдём, отведу тебя к ворожеям Он сохнет от тоски Хе-хе-хе Вот тролль, а Вот седой тролль Ну-ка иди сюда Куда лезешь? Куда пошла, э? Э? Княжна? Только не говорите, что она к медведю идёт Медведь, беги, глупое животное Ну да Это уже ожидаемо было Дальмилляры уже нормальному урон наносит Я уже привык к бой с медведем Вообще что-то забаговался на смешках, даже атаковать не было да вообще иди, даже не поторапивай просто раз, два, три, четыре, ребят мадама, мадама, вы слышь, эй, козюлина, ну ка за мной правда надо все время звонить, чтобы ты шла ну ка за мной за мной пойдем я к мужу отведу пойдем за мной пойдем, пойдем пойдем, пойдем жених тебя дождался ну давай быстрее, ой, козюлина только не упади куда? а во, все нормально все нормально вот не надо было ей к медведю идти, а все все, почти пришли почти пришли и конечно не плотва, но со временем мы могли бы и подружиться в конце концов у тебя есть достоинства, которые присущи каждой плотве не говоришь лишнего ну да, ну да нежна нежна не убегай от ворожения там живут ну идем пожалуйста вот ваша жена а то есть, то есть коза козенька коза милая ну да так так давай уже хватит тут прелюдии так мне тоже очень приятно, но я немного тороплюсь Анна Анна и Тамара могут быть в опасности белый волк помог, ворожей тоже поможет кровь, надо крови живого существа да не вопрос хорошо, сейчас вернусь нормально и чё за подойки у нас тут вот мышка подойдет? и чё щас будет? заклинания какие-то мочек полюбокое полюбокое щас зубами разгрызет, да? чё-то странное пробушка, пробушка странно таде говорит чувак что это странно и чё это? не живёт и не умерла странно что все уже все духе больше ничего не сказали например куда они ушли где их искать пришел за ворожьмой я ворожьму и даю они ушли дитя осталось что за дитя чьё дитя она была беременна была и скинула и барон ничего не сказал может боялся может стынился может не помнил может помнить не хотел странненько это она тебе рассказала она была здесь после того что произошло не было анны это ворожба сказала ну значит так и есть не твоя вера делает ворожбу правдой а ворожба тебя до правды довести может барон как-то был связан с выкидышем у своей жены человеком порывистый горилки не сторониться а после горилки нрав у него еще круче становится он издевался над семьей она была у тебя ты должен был что-то заметить ворожей старый слепой но княжна пришла и руку ей полезала и что же мудрый она зверь только к тем приходит какие страдают что стало с ребенком без обряда его закопали вот он и проснулся блуждает мести ищет и кошки белый волк мудрый волк поймает и гошу и гоша поможет приведет к родным и даже за живут кровь и беременных и пожирают их плоды они не помогают потому как прокляты а ведьмаки проклятие отводят ежели белому волку не принесет пусть кровь принесет кровь всегда родную кровь обалдеть вот это да ребята это просто офигительный сюжет это круче любого фильма зачем тебе кровь 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 людей на веки живых и мертвых я понимаю на что ты хочешь с ней сделать иногда брат с братом и за 100 лет не договорятся умирает один пока с другим в ссоре 2 тогда кровь его ворожею приносит и что делает ворожей дядов поджидает берет кровь молоко травы и куриные когти мешает пьет и мертвого живым примеряем в этом году дядов не будет но мы и так справимся у меня просто ребята нет слов это шикарнейший игра и всех когда-либо сыграл их мной она на первом месте моим то есть еще в одному ведьмаку удалось расколдовать и кушу сам я этого никогда не делал знаю что нужно его закопать под порог и имя дать айм рой провести обряд именно речения это эльфские обычаи человеческий эльфский краснолюдский самый древний духом тарасы дело нет духа у милости лишь дух тебе поможет спросишь ответить дорогу покажет я не ослышался и упомянул дяды это же очень старый обряд я думал его забыли везде здесь смерть таится всюду людишки то знают что каждый приставиться может прежде чем дела завершит и и тогда помочь ему нужно иначе он покоя не сыщет дяды провести нужно зажечь сальную свечу чтобы он дорогу во тьме нашел позвать его по имени утешить его в скорби тогда он с миром отойти может чтобы там ни было сначала мне надо найти и гошу в полночи щи у могилки пустой если ты прав где находится могила должен знать барон ребят это самая офигенная и крутая игра такой сюжет офигительный такой перевод такая озвучка я восхищен я просто нереально восхищен давайте на этом закончим я должен немножко отойти от полученной информации но это просто это 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 круче любого фильма современного не знаю по сюжету это нереально что-то что-то с чем-то это просто легенда надеюсь вам понравилась эта серия подписывайтесь ставьте лайки вступать в группу вконтакте все ссылочки вы найдете в описании к этому видео всего хорошего и до встречи дорогие друзья пока пока пока